Здравствуйте, дорогие друзья! Наше учение считает, что потенциал религиозности заключен практически в каждом человеке. Этот потенциал очень большой, он не искореним, не изменен, он переходит от поколения с поколением. Только у одних эта глубинная религиозность так и остается в потенциале, а у других переходит в движение и прорывается наружу. Мы все в потенциале Авраамы, Яковы, Леи и так далее. Но это в потенциале. Куда этот потенциал пришьешь, если ты его не развил? Когда надо воплотить потенциал в жизнь, тогда вот уже надо тяжело, когда потрудиться. Тут у каждого по-разному. Расскажу короткую историю. В юности Вилянский Гаон учил Тору в обычной учебной группе. Спустя много лет он встретил одного из своих бывших соучеников и в ходе дружеской беседы. Тот спросил Гаона, как тебе удалось добиться таких высот в понимании священных текстов? И Гаон сказал, ты помнишь, что написано в Геморе в трактате Хакиган? Сказал Гилель, нельзя сравнить того, кто повторил выученное сто раз, с тем, кто повторил выученное сто один раз. Помню, сказал его собеседник. И ты поверил Гилелью без тени сомнения? Тот говорит, да, конечно, поверил. А я нет, сказал Гаон, и поэтому решил это проверить на себе. Понимаете? Вот я еще одну короткую историю расскажу. Один молодой раввинс, выдающимся знатоком Галактического кодекса Мишны Брура. Это объемный труд, написанный Хафицхаймом и так далее. На вопрос, как он достиг таких успехов, он сказал очень просто. Я еще в юности сказал себе, что буду каждый день, без всякого исключения, 45 минут изучать Мишны Брура. И с тех пор ни разу не делал себе баблажки. И все, говорит собеседник, 45 минут, и вот такой ты стал уже. Он говорит, согласен, нетрудно, но я это сделал. Я это сделал, не сказал, не подумал, а сделал. В изучении Торы и вообще в любой другой учебе разница между успехом и неуспехом состоит лишь в том, что ты открыл эту книгу и сделал, или не сделал, или не открыл. Если тебе удается преодолеть свою лень, апатию, иногда там настроение, с тобой будут происходить чудеса. 101 раз, это не просто слова, 101 раз это не просто больше на один, чем 100. Это переход в другую реальность. Знаете, однажды в Дубаях устроили состязание. Кто сумеет подняться пешком, без остановки, на последний 162 этаж, вот самого высокого небоскреба, вот как он там, Бурж-Халифа. Организаторы устроили такой праздник, вокруг этого огромный денежный приз. Большинство участников не смогли подняться выше 90 этажа. А до площадки 120 этажа вообще только один человек долез. Пыхтяй, отдуваясь там из последних сил, он залез. Сейчас, потом еще несколько пролетов. На силе воли, там как-то он дополз до 146 этажа. Лег на пол и говорит, все, не могу. А потом открыл глаза, поднял глаза, посмотрел, а там написано объявление. Если ты сюда добрался, можешь дальше завершить подъем на лифте. Ты выиграл. Поэтому, когда мы отдаем все силы служению Богу реально, когда мы делаем и не думаем, он спускается нам навстречу и поднимает на своем лифте. Так происходит, но надо это сделать. Сколько вот нераскрывшихся вот этих гениев, просто талантов пропало. Потому что да, в потенциале мы все Авраамы повторяем. Вернемся к нашей недельной главе. Написано это родословление Ицхака сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Знаете, как анекдот говорит. Авраама родил Ицхака, а дальше пошло что-то не так, и начали женщины рожать. Допустим, вы входите в комнату, в которой много детей. Дети шумят, играют. Как вы призовете их в тишине? Вот так вот. Раби Гирш отвечает, что Ш это универсальный звуковой сигнал, требующий тишины. Все народы его используют. В Одессе говорят Ша, английский Хаш. На этой неделе завершается месяц Хишван и переходит в месяц Кислив. В конце которого мы начнем отмечать восьмидневный праздник Ханук. Корень слова Хишван, в котором мы находимся, тоже означает на иврите тишину. Само название вот этот месяц требует от нас размышлять. Тихо размышлять. Надо после всех осенних праздников, после грозных дней, Йом-Кипур, Рошашана, вступив вот в этот тихий будничный месяц Хишван, мы должны просто сесть и задуматься. Насколько искренне мы молимся о том, что хотели, чтобы ты пришел, чтобы пришел Машех, чтобы что-то было. Мы искренне, или это автомат говорит за нас? Насколько мы желаем прихода вот того Машеха, о котором толком ничего не знаем и не понимаем для чего. Многие просто говорят, пусть быстрее придет Машех. Ну и что? Машех это не тот, кто освобождает от налогов или выдает деньги. Это немножко другое. Поэтому месяц Кислив это уже месяц избавления. И вот перед месяцем избавления надо понять, еще в месяце оставшиеся несколько дней Хишвана, от чего мы хотим, чтобы он нас избавил. Что мы хотим в идеале, куда мы стремимся, и истинно ли мы в своем стремлении. Браха вы от слаха. Всего самого лучшего.